добрый день друзья приветствую вас на канале английский сасей и сегодня мы поговорим о слове элотов или lots of почему два варианта какая разница и так далее наша зрительница наталья спрашивает интересно было бы узнать о таком наречии как элотов почему иногда употребляют без артикля lots а иногда и без of вот давайте посмотрим я специально здесь написала чтобы визуально вам было еще проще давайте посмотрим бывает элотов а бывает lots of что такое это самое lot но давайте думать вместе если у нас элотов что такое бывает иногда с неопределенным артиклем а а иногда без неопределенного артикля но зато с с на конце да еще и требует предлог of чтобы встать перед каким-нибудь существительным например элотов маней или lots of money совершенно верно вы наверное уже догадались так работают пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам существительные мы можем сказать эс-ан офф джон могут сказать и джон-сон но для примеру вполне сойдет и так эс-ан офф джон и И точно так же может быть, ой, без «э», просто «sons of John», «сын Джона», «сыновья Джона». Это существительные могут быть в единственном числе, без «s» на конце, и тогда с неопределенным артиклем «a», или же они могут быть с «s» на конце, то есть во множественном числе, и тогда без неопределенного артикля. И после существительного нужен предлог «of», чтобы поставить после этого какое-нибудь другое существительное. То есть мы здесь в выражениях «a lot of» видим, что «lot» ведет себя как существительное. И на самом деле «lot» исторически когда-то начинала свою жизнь как существительное и до сих пор используется как существительное. Например, когда покупают люди дом, там пишут, что в доме такая-то площадь, square footage называется, и «lot» полгектара, например, или сколько-то, да? «Lots» — это участок земли. То есть исторически «a lot of» — это какой-то вот участок, какой-то кусок чего-то, а «lots of» — это множественное число, куски, участки. И если вам кажется, что это как-то вот очень странно, чтобы существительное превращалось в измерение количества, то это вовсе не странно. Я сейчас вам приведу русский пример. Но до этого заметим, что чисто по смыслу «a lot of» и «lots of» значит ровно одно и то же, а именно много. То есть это стало измерением количества. Если вас еще удивляет, что существительное может превратиться в измерение количества, то вот вам пример из русского языка. По-русски можно сказать «о, у него куча друзей» или «у него куча денег». Но если мы не говорим о каком-то подпольном миллионере, то, скорее всего, куча денег. Имеется в виду, что у него много денег на счету в банке, а не что они буквально лежат кучей, сваленной вот так горкой на полу. И по-русски, кстати говоря, тоже бывает кучи, у него кучи друзей. Бывает и множественное число, хотя это встречается достаточно редко. А вот по-английски «lots of» во множественном числе тоже встречается достаточно часто. Так же, как и форма единственного числа «a lot of». Грамматически форма единственного числа, а никакой единственности там уже давно нет. По смыслу и то, и другое, еще раз, значит много. Надеюсь, это прояснило ситуацию с этим квантором, как это называется. Это не совсем наречие. Если у вас есть другие вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!